Способы диагностики чумы коров и меры устранения болезней Чума КРС – болезнь вирусной природы, поражающая слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, кожу и конъюнктиву, вызывая воспалительные и некротические процессы. Отличается высокой заразностью, в первичном очаге заражения летальность достигает 100%. Болезни подвержен крупный рогатый скат, реже отмечается патология у косы овец и других копытных, прочие домашние животные невосприимчивы. Эпизоатологическая характеристика Болезнь получила широкое распространение в средневековой Европе. Заразную природу патологии выявили в XVIII веке, а в начале XX был выделен сам возбудитель. На территории нашей страны болезнь была ликвидирована в 1929 году и с тех пор наблюдались лишь небольшие вспышки. Полное уничтожение чумы коров произошло в 2011 году, когда ООН заявила о полной ликвидации возбудителя в 200 году странах мира. Случаи болезни возможны в ряде африканских и азиатских стран, откуда вероятен занос возбудителя. Патология вызывается вирусом со следующими свойствами – РНК содержащий, обнаружено родство с возбудителями кори людей и чумы. Платоядных, опасен для парнокопытных, поражает все органы и ткани, нагревание до 60 градусов действует губительно за пару минут. В навозной жиже может сохранять активность до суток, при низких температурах, в замороженном мясе, может оставлять. Патогенное действие до 30 дней, едким натром уничтожается за 2 минуты, солнечное излучение инактивирует вирус за 30-40 минут. Наиболее восприимчивы к вирусу коровы, значительно реже болезнь клинически проявляется у МРС, свиней или верблюдов, которые способны выделять возбудителя и заражать крупный рогатый скат. Для человека и животных других видов болезнь не опасна. При первичном случае заноса болезни наиболее восприимчив молодняк. В то же время в стационарных очагах, которых в настоящее время не наблюдаются, возможно формирование иммунитета у телят с молозивом до 11-месячного возраста. Во внешнюю среду вирус выделяется больными коровами, а также переболевшими животными скалом, мочой и другими выделениями. В распространении болезни большую роль играют животные других видов, как восприимчивые, свиньи и МРС безсимптомно болеют, так и механические. Переносчики, грызуны, собаки. Заражение происходит при попадании вируса на слизистые. Методы диагностики симптомы чумы крупного рогатого скота, эрозивные поражения слизистых, во многом схожи с рядом других заболеваний, ящур, некробактериоз, бактериальные и вирусные диареи. Для постановки диагноза важно использовать эпизоотическую ситуацию, в настоящий момент нет достоверных случаев возникновения болезни. Клинические признаки и подтвердить их лабораторными исследованиями. Клинические признаки болезни начинают проявляться с общего угнетения и резкого увеличения температуры после 3-7 дней инкубационного периода. Наиболее яркие симптомы наблюдаются у молодняка. У взрослых животных патология чаще заканчивается положительным исходом. Симптомы чумы коров Показатель Первая стадия Вторая стадия Третья стадия Продолжительность 3-4 Суток 3-5-1-3 Температура 41-42-41-42-36-38 Общее состояние Угнетение Чаще возбужденное Животное испытывает боль Сильное угнетение Обезвоживание Конъюнктива Органы зрения Светобоязнь Слезотечение Гнойное воспаление Конъюнктивы Веки утолщаются Становятся отечными Веки слепаются Из-за обилия Гнойного иксудата На конъюнктиве Находят язвы Органы ЖКТ Аппетит подавлен Жвачка вялая Или прекращена Каловые массы Сухие Акт дефекации Редкий В ротовой полости Очаги Некроза Эрозии Точечные Покраснения И язвы На слизистой Находят Творожистый налет После удаления Которого Остается Мокнущая Пораженная Поверхность Изнуряющий Понос Жидкими Точками мертвых тканей Органы дыхания Которальные Истечения Из носовых ходов На слизистой Носовых ходов Обнаруживают Полощатые Покраснения Выделяется Гнойный Эксудат Который Покрывает Слизистые Носа Дыхание Поверхностное Частое Отмечается Кашель Видимое Отделение Эксудата Уменьшается Развивается Пневмония Другие Показатели Взъерошенность Шерстного Покрова У стельных Коров Отмечают Аборты Также Обнаруживают Воспалительные Процессы В органах Репродукции Выделение Мочи Происходит Малыми Дозами Она Имеет Грязный Цвет Напоминающий Кофе Результаты Патологоанатомической Экспертизы При классической Форме Болезни На трупе Обнаруживают Воспалительные И геморрагические Повреждения На слизистых Полощатые Кровоподтеки Возможны На внутренней Поверхности Бедер Наиболее Характерные Повреждения В желудочно-кишечном Тракте Серо-желтые Узелки На слизистой Ротовой Полости Языке Губах Небе Слизистые Покрыты Творожистым Налетом Под козейновыми Сгустками Находятся Язвенные Поражения С неровными Краями Увеличены Мезентеральные Лимфатические Узлы Стенка Тонкого Кишечника Утолщена Отечно На слизистой Кишке Отмечаются Кровоизлияние Книжка Заполнена Сухими Массами На ранней Стадии Патологии Региональные Лимфатические Узлы Увеличены Находятся В стадии Геморрагического Воспаления На разрезе Имеют Сочную Консистенцию Граница Между слоями Сглажена Селезенка Чаще Без изменений Печень Немного Увеличена По консистенции Дряблая Блюшной Полости Небольшое Количество Мутного Иксудата Легкие В состоянии Пневмонии Чаще Катаральной Реже Находят Отек Бронхи И трахея На разрезе Отечные С точечными Кровоизлияниями Лабораторные Исследования Для изучения Отбирают Пробы Отпавших Животных Кусочки Паренхематозных Органов Лимфатические Узлы Кровь Материал Необходимо Хранить Не более 6 часов В холоде Диагностику Проводят Иммуноферментным Анализом Реакции Связывания Комплименты И другими Методами Возможно Прижизненное Определение Патологии Для этого У подозреваемых Животных Отбирают Кровь Реже Берут Пункцию Селезенки Меры Борьбы И профилактики Всех Животных С положительной Реакцией На чуму Крупного Рогатого Скота Немедленно Подвергают Убою Лечение Данной Патологии Не разработано А Учитывая Ликвидацию Болезни В большинстве Стран И не будет Разработано В случае Возникновения Болезни В прилегающих Территориях Вводят Ограничительные Мероприятия Радиус В 50-100 Км А в самой Зоне Поражения Вводят Карантин В это время Запрещается Любое Перемещение Поголовья Весь Больной Скат Подозрительный Немедленно Отправляют На санитарные Бойни При этом Особенно Строго Следят За подворным Убоем И свободной Реализации Мяса И молока Разрешается Использовать Продукты Убоя Только после Термической Обработки Проварка Мяса Изготовления Консервов И колбас Ограничения Накладывают Не только На КРС Но и Животных Других Видов Так как Они являются Факторами Передачи И распространения Инфекции Поэтому Запрещаются Любые Мероприятия Цирковые Выступления Выставки Обязательно Проводят Борьбу С грызунами И бродячими Животными Коров И другой Скат Ежедневно Осматривают Производят Замер температуры Животных Без признаков Подвергают Вынужденной Иммунизации С последующей Регулярной Диагностикой Ежедневно Проводят Дезинфекцию Помещений При выявлении Случаев болезни Устанавливают Барьеры На все Проходы Для снятия Карантина Необходимо Уничтожить Всех больных И подозреваемых Животных Провести Вакцинопрофилактику Остального Поголовья Обеззаразить Навоз и Жижу Формалином Уничтожить Грызунов И других Вредителей На ферме Провести Трехкратную Дезинфекцию Суточными Промежутками Выждать 21 день С момента Последнего Подежа И обработки После этого В помещениях Берут Пробы Смывы Для обнаружения Вируса Также Рекомендуется Поставить Биопробу На ферме Размещают Несколько Телят Без Вакцинации На месяц Если Не наблюдается Положительной Реакции То Хозяйство Считают Здоровым Но В последующие Три года Обязательно Проводят Вакцинацию Похожая Тема Комментарии И обсуждения Продолжение следует Продолжение следует